Всем привет, друзья! Вы на канале SkyTopGames, и это вторая серия прохождения замечательной игрушки под названием Prehistoric Kingdom. Собственно, я посмотрел, почитал все ваши комментарии, и был очень даже рад и удивлен, что вам первая серия очень даже зашла и понравилась. Мы собрали больше тысяч просмотров, больше 100 лайков, и это прекрасно. А значит, для вас сегодня вторая серия. Что же мы будем сегодня делать в новой серии? Сейчас я вам все подробно расскажу, и мы сегодня, кстати, решим проблему с небольшим нашим птичником. Давайте посмотрим на наших протоцератопсов, которых мы вывели, простите, в прошлой серии. Скажу так, что, в принципе, на 70% они довольны своей мирной жизнью в нашем доисторическом парке. Носутоцератопс у нас также полностью насыщен, радуется жизни. И я думаю, что сегодня мы составим ему компанию, что мы выведем самочку, чтобы ему не так было одиноко. Конечно, потомство они пока что не дадут, но ладно. Кто-то из подписчиц мне писал, что вот такие загоны для таких небольших травоядных лучше не стоит делать. Потому что данные наши маленькие зверьки, они тоже бывают агрессивными и могут себя показать с не очень хорошей стороны. То есть, когда их благополучие будет падать, как я понял, они могут ломать эти ограждения. И, собственно, все наши посетители разбегутся. И наш парк обанкротится. Итак, давайте сразу приступим, наверное, к раскопкам. Вот что именно я хотел вам показать, почему мы не могли поставить маленький птичник. Смотрите, нам нужно было открыть археоптерикса. Небольшие такие существа, типа птиц. По-моему, если я не ошибаюсь, где-то полметра высотой. Давайте попробуем, наверное, сейчас открыть, если это возможно. Так, рейтинг парка, это неважно. 100 тысяч открытия. Археоптериксы. Так, отлично. И что мы будем сразу делать? Да, в принципе, наверное, можно их вывести, да? Давайте сейчас... Так, загоны. Мини-вольер, да, правильно, он называется мини-вольер. Где-нибудь вот здесь рядом разместим, чтобы как раз было удобнее нашим гостям зайти, и сразу их взгляд падал на вот такой мини-вольер. Так, список животных, создание. Что у нас по созданию? Список животных? Непонятно, опять это не работает. Давайте зайдем. Так. Сейчас я вот это все выключу, все это ненужное. Лаборатория генетики. А как бы сейчас, знаете, что нам не пришлось бы это все изучать. Ну, кажется, нам придется возвращаться в раскопки. Все, то есть полностью этот вид теперь, как я понимаю, изучен. Археоптериксы. Где-то я видел еще какой-то такой вид. Сейчас, подождите. Пситакозавры. Нет, до пситакозавров мы, наверное, потом доберемся. Микрорапторы. Давайте откроем этот вид. Это тоже 250 тысяч долларов всего. Нам пока финансы позволяют. И, собственно, мы открыли эти два вида. Так, хорошо. Список мини-вольера. Ага, вот теперь мы можем открыть. То есть теперь мы можем заселить в нашем мини-вольере вот этих замечательных птиц. Ну что же, давайте попробуем, наверное, ну, пять... Нет, давайте три микрораптора и три археоптерикса. Создаем. И посмотрите, они сразу же просто поселяются в нашем мини-вольере. Классно, классно, классно. Насколько интересно увеличился рейтинг парка, пока мы не поймем, пока, наверное, не наступит новый день. Самое интересное, самое интересное, это то, что... Я, наверное, не помню, в прошлой серии я вам не показывал. Здесь можно менять флору и фауну. Давайте, ну, флору, вернее, да? Окружение. Ландшафт, птичник. Так. Ау, посмотрите, мы поставили небольшой им птичник. Это типа какой-то кормушки. Что это? Они будут там сидеть? Кормушка для птиц. Отлично. Такс. Значит. Давайте посмотрим окружение. Насколько сто процентов дало нам это окружение. Нет, что-то мне ландшафт умеренный, мне не нравятся кустарники. Я, честно говоря, не могу понять. И давайте попробуем нажать на паузу. Приблизимся к одному из видов. Даже на Археоптерикс попробуем нажать. Нет. Нет. На эти виды мы не можем нажимать. Но, видимо, знаете, пока что игрушка пока не настолько доделана. Но она обновляется. Это прекрасно. Это меня радует. Я хотел посмотреть вообще, насколько нашим микрорапторам и Археоптериксам нравится этот вольер. Насколько они довольны. Давайте, наверное, этот биом им оставим. То есть тропический. Чтобы не были вот эти засушливые какие-то засушенные деревья. Блин. И они как-то более уютно себя чувствовали. А знаете, что я захотел? Я захотел создать еще пару микрорапторов. У нас самки, да? И самцы. Подождите. У нас одни самцы, вернее. Давайте создадим пару самок микрораптора. И пару самок Археоптерикса. Вот. Довольно-таки их больше теперь будет. Отлично. Давайте посмотрим на вольер. Посмотрите, как Археоптериксы ползают по деревьям. Шустрые малые. И мне это нравится. В изобилии. Честно, они, мне кажется, да. Их там уже достаточно много. Так. Теперь нужно самое главное поставить, наверное, указательную табличку. 500 долларов. Вот за такую маленькую Animal Information Sign 5. Я надеюсь, сейчас она будет работать. Микрорапторы. Да. Чтобы посетители знали, с каким видом они здесь могут ознакомиться. Так. Вторая табличка. И это будут Археоптериксы. Прекрасно. Ну что же. Рейтинг парка пока что, конечно, не увеличился. Но сейчас мы будем это делать. Во-первых, давайте посмотрим уведомления. Так. У нас опять загрязнен вольер. Блин. С нашими малышами. Так. Так, так, так. Секунду. Как же много лишнего. Здесь все открывается. Это капец просто какой-то. Загрязнены клетки с нашими протоцератопсами. Невероятно. Они очень много какают. И я не знаю, как с этим бороться. Но, собственно, с этим ты никак не будешь бороться. Так. Ты же их не заставишь не есть. Правильно? Логично. Ух ты, подождите. Смотрите. А как это работает? То есть, в режиме паузы у нас растут финансы. Если я нажимаю остановить, приостановить время, у нас финансы как бы вроде бы падают. Как это работает, я не понимаю. Ладно. Значит. Я хочу сегодня открыть еще один для вас интересный вид, который, я надеюсь, вам понравится. Думаю, что, наверное, давайте вот в третьей серии где-нибудь вот этот питомник мы расширим границы. Так как карта и местность нам позволяет. И сегодня мы, наверное, с вами еще откроем один питомник и поместим туда. Давайте какую-нибудь семейку целофизисов. Почему бы нет? Маленькие хищные, маленькие хищные существа, достаточно, наверное, вредные, которые могут причинить много боли и крови кому-то. Я не знаю, если хотите, если хотите, то мы можем прямо сейчас. Правда, ты сейчас вот смотришь, и ты не можешь сейчас ответить во время даже моей записи. И лишь в комментариях можешь написать, нам доступны некоторые большие существа, которые в третьей серии мы прямо можем разместить в нашем парке. Это такие существа, по-моему, как брахиозавры. Если ты хочешь, то мы можем это сделать в третьей серии. Но сегодня мы сделаем маленький, наверное, такой вольерчик для целофизисов. Итак, создадим самку-самца. Самку-самца. Ну, самочку и еще одного самца. Пускай у нас... А, подождите, достигнута максимальная вместимость. То есть, в этом небольшом... В лаборатории генетики, простите, мы можем создавать не более пяти видов. Ладно, хорошо. Маленькие хищники. На что они способны? Я даже не знаю, но, наверное, загоны им строить стоит. Строить стоит какие-нибудь небольшие, железные. Деревянный забор, металл. Базовый забор из железных стержней. Существа, по сути, небольшие. Так, сколько здесь высота? Метр, а здесь два с половиной метра. Я думаю, что, наверное, два с половиной метра достаточно хватит. Так. Где бы нам это все разместить? Можно, в принципе, растянуть дорожку здесь, чтобы посетители ходили именно вот в эту местность. Здесь построить, кстати, при входе еще одну кафешку. Да, давайте, в принципе, здесь. Так, тогда я сначала размещу здесь дорогу. Естественно, сначала у нас будет дорога. Вот так. Да, можно? Неподходящая локация. То есть, подождите, стойте, я не могу в этой локации. Здесь же нет никакой границы. В чем проблема? Ну, хорошо, ладно. Давайте здесь. Можно здесь разместить? Да, достаточно спокойно. Мне это нравится. Так, деревья. Вот эти деревья надо все полностью убрать, я думаю. Они будут лишними. Так, ну что же, приступаем к строительству наших загонов. Загон. Стальные стержни два с половиной метра. Сколько целофизисам нужно? Я не знаю, квадратных метров для хорошего проживания, выживания. Так. А сколько у нас там квадратов? Давайте сейчас на секундочку посмотрим. Так, я могу как-то посмотреть. 1500 квадратных метров. Ну, то есть, где-то 1000 квадратных метров мы можем сделать для целофизисов, я думаю. Примерно, наверное, вот даже так. Небольшой загон. А далее, если что, мы будем расширять. Мы будем оставлять место. Нет, не ровно мне это не нравится. Вот так. И вот так. Отлично. Так. Размещение таблички. Давайте. Я думаю, что-нибудь, наверное, недорогое и более дешевое надо ставить. Вот такой экран. Так. Ну что же. Давайте включаем тайминг. И ждем, пока наши целофизисы будут выведены. А далее мы распределим, что им нужно по кормушкам и все прочее, короче говоря. Так. Что у нас? Подождите, подождите, подождите. Лаборатория 5 животных готова. Ага, все, наконец-то, все готово. Отлично. Закрываем. Выбираем всех животных и выпустить их прямо вот здесь. Ох ты, какие шустрые малые. Посмотрите. Похоже на компсогнатов. Вы видели, как они быстро бегают и как один из них только что играл с хвостиком. Так. Экран информации, целофизисы. Естественно. Рейтинг парка, кстати, к сожалению, пока что не вырос. Это очень печально. Так. Целофизисы. Так, я понял. Я понял. Тебя помощник. Благополучие. 0% обогащения. Так. Кровавые тыквы. Посмотрите, им нужны вот такие кровавые тыквы. Я так понимаю, это... В них будет размещаться какая-то еда или что-то в этом роде. Так. Кормление. Кормушка. Обязательно. Нам нужна кормушка. И... И мы там с вами разместим, конечно же, мясо. И нам нужна вода. Вода. Вода целофизисом. Благополучие 50%. Так. Природа. Им нужна вода. Растительные биомы. Более у них прибрежные. И пустыня. Обогащение 100%. Обогащение. Подождите. А. То есть, еда у них в изобилии. Пропитание, в принципе, растет. И это очень хорошо. Ну что же. Давайте посмотрим, что мы можем сделать. Вода. Что-нибудь более меньшее. Но прежде я нажму, конечно же, наверное, на целофизисы. Чтобы знать, что им нравится. А то сейчас мы тут намудрим с вами. Вода. Так. Вода. 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 Небольшой бассейн с водой. Природа. Болотные биомы обожаются, ребята. Места, конечно, наверное, скорее всего, маловато им. Я не знаю. Так. Ох, перемудрил. Перемудрил. Перемудрил я немножко с водой. Уберем. Отлично. Вот. Самая норма. Так. Будет им нормально. И теперь растительность. Что у нас там? Я забыл просто. Пустыня и прибрежные. Так. Прибрежные. Тропический луговой. Пустынный. Почему-то я не вижу. Пустынные. Так. Ну ладно. Давайте посмотрим. Что-то это дало. Природа 65%. Прекрасно. Больше растительности. Так. Еще, наверное, вот такие кактусы. Почему когда... А, я понял. Оно ставится вместе. Тогда побольше кактусов поставим. Давайте вот так вот прямо. Природа на 100% нашим малышам очень нравится. Если нашим малышам нравится, значит нравится нам и, собственно, нашим целофизисам. Давайте чуть больше. Вот так. Ну что же. Среди кактусов я не знал, что среди кактусов целофизисам будет намного удобнее. Посмотрите, как эти малые... Как они много просто... Я... Извиняюсь за выражение. Они много какают. Я говорю эту каждую серию и буду говорить эту каждую серию. 14 тысяч за уборку навоза. Ребята, вы че? А можно каких-то насекомых, термитов каких-нибудь нанять, которые будут кушать все это и убирать за ними, блин? Это невероятно. Ну что же, у нас есть теперь целофизисы. Давайте посмотрим за ними. Немножко хотя бы понаблюдаем. Посмотрите, они пьют воду. Удивительно, да? Один такой маленький, блин, он просто насрал больше себя. О-о-о-о-о, как здесь все загрязнено. Это невероятно. Придется, да, убирать эти кучи навоза. Было бы классно, если бы это все можно было как-то продавать. Так, у нас, кстати, на ползвезды уже выросло. То есть у нас как бы приоритет-то наш растет. Я предлагаю сейчас разместить еще пару, наверное, кафе. Пару кафе и на этом серию нашу закончить. Так, пастфуд у нас первый есть. Киоск, киоск TRX. Ух ты, ух ты, ух ты. Что это такое? Невероятно. Давайте где-нибудь вот так поставим. Здесь кафешечку и одну кафе. Подождите, есть какие-нибудь магазины, рестораны? Блин, как это все дорого стоит? Ресторан. Шоп гигантов X. О-о-о-о. Май-гад. Какой он огромный. Но мне кажется, что это будет более... Наверное, нам давать какую-то прибыль. Так, как, собственно, посетители будут покупать какие-то товары здесь и все прочее. Киоск пропитания. Так, нам нужна, блин, дорога. Сейчас, подождите. Так, нам нужно проложить две дороги. Естественный камень. Как-то вот мне кажется, знаете, анимация у них как-то недоработанная. Посмотрите. Вы видите, да? Ну, что это такое, блин? Здесь явно должна, блин, лежать плитка. Что это такое? Так, гравийная дорожка в наш магазин. Я надеюсь, это будет работать. Что не хватает? Дороги. Подождите. Так, уберем деревья. Они нам не нужны здесь полностью. Вот так. О, отлично. Магазин заработал. То есть у нас здесь будут какие-то продаваться сувениры и одежда. Блин, я не знаю. Может быть, даже какие-то, смотрите, раскопки древних аммонитов. Невероятно. Древние кости. Блин, я надеюсь, что в будущем будет поправлена вся вот эта вот анимация. У нас как бы сквозь пол прорастает трава. О, да, есть первые посетители, и они покупают какие-то сувениры. Это классно. Это классно. Так, хочется мне, знаете, что напоследок, наверное, посмотреть на финансы. Я очень даже их боюсь смотреть. Так, управление парком. Строительство. Доход. Содержание парка. Минус 90 тысяч. Блин, это в сутки. А сколько доход? Доход в сутки есть. Покупки 609. Еда 5, 626. Развлечений нету. Пожертвования. Что за пожертвования? Прибыль в этом квартале... Мне кажется, она уменьшается. То есть, я уже как бы выхожу из убытка, да? Давайте посмотрим. Минус. Это за прошлые сутки 76 тысяч, либо это месяц. А в этом месяце мы на чистую прибыль выходим минус 700, минус 490 долларов, минус 9 тысяч. А здесь 76. Но это, наверное, с учетом, скорее всего, строительства парка. Я думаю... Ладно, постараемся, по крайней мере, не уйти в минус, не уйти в банкрот. И чтобы наши динозавры, как я говорил в первой серии, блин, не остались на улице, да? Потому что кто, кроме нас, сможет их содержать здесь и выращивать? Ну что же, я надеюсь, вам эта часть понравилась. Обязательно пальчик вверх, подписочка на канал. Ждем третья серия. Пишите комментарии. Чем больше лайков и больше комментариев, тем быстрее выйдет третья часть. Я хочу напоследок посмотреть на малышей целофизисов. Они мне очень нравятся. Посмотрите на этих милашек.